Взгляд из верхнего палеолита. Название уникального панно не случайно. Художественная работа буквально дышит историей. Энергетику дают камни с жигулевских гор. Именно жигули, в возраст которых исчисляют не одним миллионом лет, вдохновили Александра Бондаренко на создание этой работы. Буквально завораживает тайной и загадочностью руины древнего города. Это необычность слияния разных жанров, техник, материалов. Микс-медиа, течение в искусстве, к которому уже полвека, в выставочном зале Союза художников России. Они привлекают к себе своей живостью, своим первозданным моментом. Это интересно. Здесь различные формы, различные объемы. И эта игра форм и объемов, она, конечно, близка к скульптуре, к скульптурному рельефу. Все это творение Александра Бондаренко, персональная выставка которого открылась в выставочном зале Самарского отделения Союза художников. Материал для творчества – это камни, дерево, металл, кора и ракушки. В основном дары природы. Но что-то приходится делать руками, вытачивать на станках согласно задуманной тематике. Хотя микс-медиа – это порыв эмоций и вдохновения. Это течение называется микс-медиа, что здесь все, любой жанр. Портрет может быть вдруг выйти из пейзажа, пейзаж может выйти из дома. Не все делается по эскизам. Это какая-то внутренняя вот такая волна, что ли, которая охватывает, и вдруг начинаешь в этом материале что-то делать, производить просто безотчетно, бессознательно. Вот это увлекает сам процесс. У искусства нет границ и правил, и то, что выходит за рамки канонов, порой вызывает более сильные чувства у зрителя. Хотя инноваторство дружит с истинной классикой. Здесь же графика Александра Бондаренко. Привычная техника тоже кажется особенной. Все дело в высококачественной печати, которая раскрывает тонкие грани графических работ. Анастасия Зубрева, Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.